Не знаю, на купальнике дырка была, грубо говоря. Или там у нас есть сбавка, если у тебя с головы что-то упало, там резинка, например, слетела, три десятых сразу. То есть эти три десятых ты сразу, допустим, первого будешь, на пятом, на шестом. После Афин Анну Павлову стали называть будущей королевой российской гимнастики и преемницей Светланой Хоркиной. Но Аню это только раздражает. Во-первых, боится сглазить. Во-вторых, она ни на кого не хочет быть похожей. Пока ей это удается. На Западе спортивная гимнастика – это один из самых популярных видов спорта. А телевизионные рекламные деньги заставляют организаторов идти на преступление. Гимнастика спортивная – это очень сложный вид спорта. Каждые четыре года после Олимпиады меняются правила. В Сиднее было проиграть. Это в Сиднее было. Это всего одно слово было, но это был крик души. После выполнения опорного прыжка Светлана падает. Я думаю, любой человек в такой момент, когда его просто подставили и потом в надежде, что это просто дойдет и нормально будут разбираться люди, бороться за спортсменов, чтобы нас совсем уже не поставили на колени. Конь был ниже на пять сантиметров. Конечно, можно говорить, вот нас засудили, вот нас засудили. Но вот мы перемываем косточки сами себе. А толк? Потому что толк весь там. Должны быть адвокаты, защита. Все надо было с меня, наверное, начать в Сиднее, когда произошло с этим камином ситуации. Организаторы Олимпиады просто извинились перед Светланой и сказали, что это досадная ошибка. Однако результатов отменять не стали. Золото получила румынка. Тренер нашей сборной Леонид Аркаев за свою спортсменку не заступился. Как не заступился он за Светлану и на Афинской Олимпиаде. Он даже не подошел к свете, чтобы успокоить свою лучшую гимнастку. Вот уже два года Леонид Аркаев является главным консультантом греческой сборной. То есть, по сути, он тренирует еще и наши конкуренты. Именно поэтому столь спокойно Аркаев относится к поражениям наших гимнасток, к слезам и к явно заниженным баллам. Его греческий контракт стоит больших денег. Развал непобедимой школы нашей гимнастики во многом происходит из-за того, что более двухсот лучших тренеров уехали работать за границу. Это мнение великой гимнастки прошлого столетия Людмилы Турищевой. По количеству заработанных золотых медалей Людмила вошла в книгу рекордов Гиннеса. Судьба этой гимнастки удивительна. В спорт она пришла очень поздно, почти в 10 лет. До 16 лет из-за роста и веса считалась неперспективной. Затем фантастический успех. На трех олимпиадах она завоевывает золото. Уйдя из спорта, она выходит замуж за известного спринтера Валерия Борзова, а спустя несколько лет возглавляет Украинскую гимнастическую федерацию. Свою дочь Людмила категорически отказалась отдавать в спорт, так как считает, что для достижения высоких результатов необходимо принимать стимуляторы. Она не хочет калечить своего ребенка. В 90-м году главная куколка страны Света Засыпкина стала Человеком года, оставив далеко позади Цоя и Гребенщикова. Несколько режиссеров предложили ей роль в своих фильмах. Света отказалась. Узнают, когда проходит фильм. Останавливались, подходили, спрашивали, вы куколка? Я говорила, да. Света вышла замуж, и муж плохо отнесся к ее карьере актрисы. Она уступила любимому человеку, а сейчас об этом жалеет. Понимая, что жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. Куколка так и осталась ее единственной ролью. Света играла саму себя. Я думаю, что полностью похоже. Я не играла. Я вела себя так, как я вела. От меня эту прибыль просили. Делали все для того, чтобы... Я даже, по сути дела, я сценарий редко когда учила. Насколько я знаю, у Маши она... Она ходит, двигается, переболеет. Придет в себя, закончит институт. В спорте вырабатывается характер. Как раз эти девочки ей найдут себя и приспособятся. Они личности. Они сильные. С шести лет заниматься гимнастикой, таким травматичным видом спорта, это далеко не слабый человек. Ушла из спорта, она растеряна. Ничего, соберется я в руки. Нас учили собирать. Встреча Светы и Маши Засыпкиных не была случайной. Они считают это сходство фамилии и судеб мистическим. Есть, конечно, какое-то сходство. Тоже те же одноклассники, которые меня не любили. Может быть, завидовали чем-то. Сейчас, если встретишь кого-то из знакомых, я-то всех помню. Никто же не узнает. Никто не помнит меня, кто такая. Мы, спортсмены, отличаемся очень от обычных людей. Даже от своих одноклассников. У них вот погулять, погулять. А у нас уже другие настрое. Нам надо учиться. Сила воли и сам себя заставляешь. Потому что привык сам себя с детства заставлять. То, что тебе это надо. Воля, желание быть первыми и чувство исключительности – в этом их похожесть. У меня все связано в жизни. Все идет за другими. Не была бы я в спорте, я бы не снялась в кино. Не снялась бы я в кино, я бы не вышла замуж. То есть у меня все идет поэтапно. Ничего нельзя вырвать оттуда. Ни одну звено. На встречу Маша приехала вместе с Катей Лобознюк. Так получилось, что когда-то очень давно, когда еще обе они были ведущими спортсменками российской сборной, куколку смотрели вместе. Фамилию Засыпкина в титрах Маша тогда не заметила. И только после травмы, когда она случайно увидела фильм по телевизору, обратила внимание на это роковое сходство. В финале фильма героиня Светы Засыпкиной ломает позвоночник. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Маша Засыпкина в финале своей спортивной карьеры тоже ломает позвоночник. Но всегда сходит с пьедестала, и зритель о ней забывает. А потом наступает самое страшное. Утро, в котором не будет тренировки. День, который не знаешь, чем заполнить. Люди вокруг, которые говорят на другом, неспортивном языке. И соревнования по телевизору, где на пьедестале стоишь не ты, а девочка, с которой вместе выросла. Именно в этот момент куколка может сломаться, поставив крест на свою прошлую жизнь, не зная, как жить в настоящей, и уж совсем не представляя будущей. И, быть может, образ реальной Светы Засыпкиной, вполне успешный, сумевший найти себя, как-то поможет этим девочкам не сломаться. Светлана Хоркина – единственная гимнастка, о которой будет трудно забыть. По всему городу висят рекламные щиты с ее лицом. День Света расписан по минутам. Амстердам. А я же не поеду. Точно. Она хорошо понимает, что эту публичность нужно все время поддерживать. Мое хобби, я хочу, чтобы у меня хобби были съемки, журналы, съемки на передачи, ну, хорошие передачи. Я неплохо получаю сегодня фотографии, поэтому... Я фотогенична. Я фотогенична. Да, я фотогенична, поэтому почему бы это не использовала. Я открываю журнал, смотрите, какая я все-таки красивая, когда меня в плече. Я знаю, что еще может гимнастику заменить. Это что-то такое очень важное. Для меня лично со мной, это, конечно, и мой ребенок. Спасибо.